В Санкт-Петербурге в отделе рукописи главного здания Российской национальной библиотеки открылась выставка уникальных документов «Женщины дома Романовых в истории России», посвященная юбилею императорской фамилии. Впервые широкой публике будут представлены неизвестные документы, недавно выявленные в фонде «Романовый императорский дом» отдела рукописей Российской национальной библиотеки. Российская национальная библиотека была основана Романовыми, основанной Екатериной Второй, открытой ее сыном Александром Первым. Романовы очень много делали для библиотеки. В основе нашей библиотеки лежат части коллекции, подаренные императорами. Отдел рукописей Российской национальной библиотеки ведет свою историю с дипомом иноскриптов императорской публичной библиотеки, который был открыт в 1805 году. В наших фондах хранится свыше 430 тысяч документов по мировой и отечественной истории и культуре. Сегодня для нас замечательное событие в том отношении, что мы открываем выставку, посвященную 400-летию дома Романовых. В наших фондах представлены сотни автографов императоров, императриц, членов их семей, которые заботливо собирались здесь на протяжении десятилетий и даже столетий. Материалы представлены от писем супруги Петра I Екатерины до документов последней императрицы Александры Федоровны и ее сестры Елизаветы. Самая значительная часть посвящена императрице Екатерине II. На выставке можно увидеть ее литературные произведения, личную переписку и документы, касающиеся государственной деятельности. Не менее интересны материалы времен Великой Княжны Елены Павловны, связанные с Крестовоздвиженской общиной сестер Милосердия. Известно, что представители дома Романовых находились в власти на протяжении 304 лет, если быть точным. И при этом женщины играли не одинаковую роль на протяжении этой истории. Известно, что они выходят из исторического полумрака в конце 17-го столетия в лице очень колоритной и яркой фигуры Софьи Алексеевны, царевны, сестры Петра Великого. В дальнейшем они играют гораздо более значимую роль, особенно после смерти Петра Великого, когда регеншей стала правительницей его жена Екатерина I. И в дальнейшем, на протяжении 18 века, они сменяют друг друга на престоле. Выставка продлится до 1 августа. В ближайшее время ознакомиться с представленными документами можно будет и виртуально на сайте Российской национальной библиотеки.